Одна из полезнейших функций программы для начинающих музыкантов, это когда вы можете композицию, которая у вас дана нотами, записать в табулатуру, то есть вот я сейчас открыла композицию, у меня здесь нотный стан и записаны ноты, это партитура для трех гитар, я могу в гитар-про, также все три дорожки, соло-гитара, аккомпанемент и вторую гитару аккомпанемента, могу все это внести в гитар-про и в итоге получить в виде табулатур, давайте попробуем это сделать, смотрите на что нужно обратить внимание, обязательно нужно обратить внимание на то, какой ключ у вас стоит, здесь скрипичный ключ и какой размер стоит, это размер 4 четверти. Возвращаемся в нашу программу гитар-про, запоминаем какие у нас здесь ноты, у нас с вами сейчас в программе гитар-про одна только дорожка, пока мы этой одной дорожкой и займемся, значит смотрите у вас есть нотный стан и есть табулатурная линейка, когда вы начнете на нотном стане писать ноты, в табулатурной линейке у вас начнут появляться цифры, которые вы потом можете сыграть на гитаре, ну смотрите, у нас здесь уже стоит скрипичный ключ и уже стоит размер 4 четверти, будьте внимательны, если у вас рядом с ключом стоят еще вот такие вот значочки диезы или бемоли, то вам их обязательно нужно будет поставить, то есть, например, два бемоля или один диез у вас стоит, вы выбираете этот один диез, нажимаете ОК, но сейчас я это отменю действие, потому что у нас здесь с вами ни диезов, ни бемолей нет, у нас в первом такте есть две ноты, вот мы их с вами сейчас в программу записываем, эти две ноты, значит, чтобы у вас нота была в нужном месте, вам нужно, чтобы желтый квадратик стоял на точно такой же линеечке, как у вас в нотах, то есть, вот первая нота ля и вторая нота чуть выше, это си, давайте посмотрим, правильно ли мы их записали, ля, си, значит, эти ноты у нас занимают не полный такт, они идут из-за такта, давайте, чтобы у нас все ровно было, мы здесь вот в начале выпишем паузы, паузы вот у нас, то есть, когда нет нот, мы ставим паузы, вот ля, вот нота си, ноты вот здесь вот, где здесь у вас стоит желтый квадратик, вы можете писать любой цифрой клавиатуры, главное, чтобы у вас желтый квадратик был именно в том месте, где должна появиться нота, вот этот такт у нас полный, заполненный, переходим во второй такт, смотрим, что здесь у нас во втором такте, нота на двух линеечках, это нота до, потом нота си и ля, запишем эти три ноты, нота на двух линеечках, значит, мы должны, что у нас оказалось там, где у нас две черточки, видите, черточки у нас сейчас дополнительных две, следующая нота у нас идет над одной чертой, это нота си и следующая нота будет на черте, эта нота ля, то есть следующая нота мы испускаем ля, вот это си и следующая нота будет ля. Теперь смотрите, у нас здесь немножко не такая запись, как здесь, да, здесь просто палочка, это четверт, просто палочка, это четверть, здесь палочка с хвостиком, это восьмая, про длительности есть отдельный видеоурок, если вы его посмотрите, то вы научитесь разбираться, какие это длительности, вот. Значит, здесь мы должны написать восьмую, здесь четверть и здесь восьмую. Пишем, возвращаем квадратик сюда. Кнопочкой плюс-минус мы меняем на более мелкую длительность. Здесь у нас четверть, все правильно. И здесь у нас должна быть восьмая. Следующая нота, как вы помните, у нас точно такая же. И между ними стоит лига. Вот мы тыкнули на лигу и она поставилась. Хорошо, теперь смотрим. Дальше у нас идет нота над линейкой и идет нота на линейке. Это ноты соль и фа. Соль у нас это нота восьмая. То есть мы спускаемся вот сюда. Это у нас соль восьмая и фа у нас с вами четверть. Значит, мы ее должны изменить. Опять же кнопочкой плюсик или минус. В нужную нам сторону. Вот мы записали два такта одной дорожки. Но у нас здесь с вами во втором такте уже вступает вторая гитара. И теперь мы запишем вот эту вот дорожку для второй гитары. Для аккомпанемента. Мы добавляем дорожку. Дорожка. Добавить. Инструмент. Потому что это у нас не ударный. Это у нас будет инструмент. Вот у нас открывается, что это у нас гитара. На самом деле потом вы можете дорожку изменить. То есть вот у нас добавилась здесь внизу вторая дорожка. Вот это у нас сейчас дорожка гитары. Если вы захотите, вы можете потом выбрать какой-то другой инструмент. Ну не знаю, там например, акустик гранд пиано или орган. Ну это ваше право. Ваш выбор в данной партитуре у нас это дорожка гитары. Первый такт мы пропускаем. Так как в первом такте у нас здесь ничего с вами нет. Пустой такт. Мы здесь поставим паузу. Вот это вот пауза. Опять же так, как мы делали в предыдущий раз. С первой дорожкой. Вот здесь мы поставим паузу. Так как у нас пауза сейчас не того формата, который нам нужно. Мы плюсом и минусом листаем. Чтобы пауза получилась правильная. Ну на самом деле здесь нам придется написать две паузы сейчас. Потому что мы сделали здесь не за такт, а полный такт. Те такты, которые у вас будут записаны неправильно, вам компьютер будет выделять красным цветом. Видите, он светится красным. Вот когда я на него навела, он нормально становится черный, а так он светится красным. Значит здесь чего-то не хватает. Либо нот, либо пауз. То есть возвращаемся и дописываем паузу. Теперь переходим в следующий такт. А во втором такте у нас здесь уже идут ноты. То есть мы записываем ноту на пятой линейке, вот эту вот фа. Ноту ре на четвертой линейке. Между второй и третьей линейкой ноту. И под первой линейкой ноту. То есть ноты ре, ля, ре, фа. Идем по линейку. Пишем ре. Изменяем ее длительность. Дальше. У нас идет нота ля. Пишем ноту. Поднимаемся между линейками. Пишем ноту ля. Дальше у нас идет нота ре. Пишем ре. И последняя нота это у нас нота фа. Вот у нас получился тот аккорд, который нам нужен. Который у нас записан нотами. Дальше смотрим. У нас здесь сейчас еще один аккорд идет. Это ноты. Вот нижняя нота у нас остается. Верхние нотки меняются. Давайте посмотрим, что у нас идет. Ре, фа, ля, ре. Нижняя нота. Не попала немножко. Ре. Теперь выше нотка фа. Выше нотка ля. И выше нотка ре. Смотрите, вот этот аккорд, он у нас сейчас записан немножко не так, как здесь. Здесь у нас нижняя нота. Она у нас с вами половинная длительность. А вот это у нас четверти. Чтобы нам это сочетать с вами все в нашей табулатуре, нам нужно было разделить по голосам звучание вот этой партии. Но мы пока этого делать не будем, потому что это уже другая тема, другой урок. Вот мы пока видим ситуацию как. Мы изменим длительность всего аккорда. Немножко у нас вот эта нота будет звучать не точно, она будет звучать короче, чем нужно. Но зато вот этот аккорд прозвучит столько, сколько нужно, и мы сможем дописать следующую ноту. Следующая нота у нас одна, это нота ля. Когда ноты у нас записаны одна под другой, это у нас аккорд. И звучать они будут все вместе. Когда нотка одна, это у нас отдельный звук. Звучать она будет отдельно от других нот. Итак, нота ля, мы ее дописываем сюда, ставим, пишем нота ля. И теперь смотрите, мы можем прослушать обе эти дорожки. Вот здесь у нас внизу появились красненькие квадратики, то есть мы записали два такта. Для первой дорожки у нас два играющих такта, для второй дорожки первый такт паузы, второй такт, вторая дорожка играет. И мы теперь можем это прослушать, услышать, как это звучит вместе в два инструмента. Смотрите, у вас вот здесь вот показан темп. Вот видите, 160, 184. Но давайте для начала поставим 160. На самом деле это очень большой темп, очень быстрый. Вот у нас стоит модератор, так же как там, и 160. Нажимаем ОК. Ставим на начало наш желтый квадратик. Вот, видите, как интересно. То есть у нас уже какая-то часть композиции готова. Давайте сделаем помедленнее, чтобы четче все услышать. И таким образом вы можете записать любую композицию, которая у вас расписана для одной, для двух или для трех гитар. Может быть даже для целого ансамбля, и не только гитар, а фортепиано, флейта. Вы можете записать ее в табулатуре Guitar Pro. И можете потом распечатать. Можете распечатать в виде просто табулатур. И можете распечатать в виде просто нот. И можете распечатать в том виде, когда у вас будет и табулатуры, и ноты. Вот верхняя строчка ноты, нижняя строчка табулатуры. Теперь разберемся, как программа Guitar Pro может вам помочь записывать свои собственные композиции. Предположим, вы уже играете на гитаре, уже умеете, да? Вы уже неплохо слышите, где какие аккорды лучше брать, где какие ноты. Либо вы профессиональный музыкант и сами сочиняете музыку. Ну или полупрофессиональный, да? Вы можете использовать эту программу для того, чтобы записывать свою собственную композицию. Ну, например, вы сначала решили записать дорожку вот своей личной гитары, да? Которую вы играете. Вот у вас первая дорожка. Как всегда у нас открылась одна дорожка. Вы можете записывать табулатурами. Потому что, если вы нот не знаете, конечно, вам табулатурами будет записывать гораздо легче. Например, у вас идет какая-нибудь, ну, такая вот ваша партия. Ну, это все, конечно, примерно, приблизительно. И очень просто я сейчас... Тут пишутся конкретные цифры, которые вам нужны, если вы записываете табулатуры. То есть, именно, вот циферка 3. Нажимаете на клавиатуре цифру 3. Единичка нажимаете. Единичку. Допустим, такой аккорд. Ну и потом... Ну, вы играете перебор, да? Потом у вас идет, к примеру, такой аккорд. Ну, не обязательно вы будете играть аккорды. Возможно, у вас будет соло. Но я пока для удобства записываю все это по-быстрому аккордами. Немножко я тут ошиблась. Вот эту нотку сейчас уберем. И паузу эту тоже нам нужно убрать. Вот тогда у нас... Ну, то есть, я делаю стандартный какой-то, более-менее стандартный перебор. Вот. Я написала для этой дорожки два такта. Теперь я хочу сюда присоединить дорожку баса. То есть, следующая задача у меня написать дорожку баса. Дорожка. Добавить. Это у меня будет инструмент. Инструмент. И здесь я выбираю 4 струны. Ну, бас у нас чаще всего 4-х струны. У меня появилась дорожка баса. Ну, например, здесь я оставлю басы. Так, вздеваем такие басы. Так, во втором такте, например, у нас будут вот такие басы. И сейчас я могу послушать, что у меня в итоге получилось при этой записи. У меня сейчас дорожку баса слышно хуже. Я могу немножко убавить дорожку гитары. И... У меня стало ее слышно лучше. Можем еще немножко убавить, чтобы четко услышать голос. Можем теперь добавить дорожку ударных. Здесь выбираем ударные. Окей. Окей. У нас появился вот такой вот. Такие вот ударные. Мы можем из этих ударных выбирать, какой инструмент нам подходит. На самом деле, посмотрите в интернете, какой инструмент из ударных как обозначается, если вы этого не знаете. Ну, вот смотрите. Вот это вот у нас бочка. Самый низкий барабан, да. Вот. Допустим, на раз у меня идет бочка. На два у меня идет, ну, к примеру, рабочий барабан. Ну, то есть это малый барабан, да. С хэтом. Вот. На два у меня снова идет бочка. Здесь в табулатурах для барабанов выписывается партия цифрами. Ну, вот здесь вот обычная стандартная барабанная запись для ударников. Ну, ударники ее, конечно, умеют читать, понимают. Вот. Ну, если вы не читаете, не понимаете, выбирайте чисто по звуку. Какой звук вам необходим на данный момент. Выключи с хэтом. Вот. Ну, посмотрите. Чтобы у меня сейчас долго с этим не возиться, если у меня ударные стандартные, что в первом такте, что во втором, я могу просто как в Word выделить, копировать и вот сюда вставить. Все. И у меня два такта ударных инструментов написаны. Теперь послушаем все это вместе. Ставим на начало. Слушаем. Вот. Сейчас, когда у нас появились ударные, уже нам громкости главной гитары немножко не хватает. Добавим ее немножко. Начинаем. Вот. И таким образом вы можете сами записать любую свою композицию при помощи гитары, при помощи программы Guitar Pro хоть для одного инструмента, хоть для целого ансамбля, оркестра или, ну, чего пожелаете. То есть камерный оркестр, большой оркестр. Вот. Ну, на сегодня я урок заканчиваю. Задавайте вопросы, постараюсь на них ответить. До встречи. Продолжение следует...